5 марта в России отметили День детского телевидения. Этот праздник не только для тех, кто делает программы для подрастающего поколения, но и для воспитанников юношеских телестудий. Мальчишек и девчонок, которые увлекаются тележурналистикой, делают настоящие программы и сюжеты. В Терри гимназии номер 44 уже 15 лет существует настоящая кузница журналистских кадров. О буднях юных корреспондентов в следующем материале выпуска. В эфире студия «Прямой эфир». Закончилось первенство московского района «Подарц». О его результатах узнаете в сюжете. Школьная телестудия «Прямой эфир» — это команда из 20 учащихся, которые освещают важные события из жизни гимназии. Сами снимают видео, интервью, пишут тексты, озвучивают, монтируют. На вооружении юных репортеров техника и программы для монтажа. Десятиклассница Анна Сналина пробует себя в качестве журналиста и ведущей. Говорит, что журналистика помогла развить коммуникативные навыки. Это помогает мне раскрепоститься, поверить в себя. Я научилась говорить на камеру, не особо бояться. И также познакомилась с новыми ребятами. Стало больше интересовать жизнь нашего государства. И вообще, в принципе, я иногда смотрю новости. Ну и, в принципе, программы смотрю и запоминаю, как телеведущие себя ведут на камеру. Главный медиапродукт – 5-7-минутная еженедельная программа «Хроника гимназической жизни». Кроме того, ребята делают игровые и документальные фильмы, с которыми участвуют во всевозможных региональных и международных кинофестивалях любительских фильмов и являются призерами и лауреатами. Еще ребята активно ведут контент в интернете. Помогает юным тележурналистам педагог-наставник Ирина Виноградова. Умение написать текст, сделать монтаж – это пригодится даже и в бытовой жизни. Кто-то будет домашние ролики потом делать, тоже это будет интересно. Поэтому то, что они здесь получают, им по жизни пригодится однозначно. Особенно хорошо они используют это, когда поступают в университеты, институты и так далее. Они там очень хорошо востребованы с этими компетенциями. Поэтому это ребятам надо. Такие телестудии помогают ребятам не только держать в курсе события одноклассников и родителей, но и определиться с будущей профессией, изучить телекухню изнутри. А еще это настоящая кузница кадров. Ведь для регионов журналист довольно редкая и нужная специальность. А потому, возможно, заболев этой профессией с детства, кто-то из этих школьников через энное количество лет будет рассказывать о последних событиях с экранов настоящих телевизоров. Придет уже во взрослую профессиональную жизнь, уже полностью подготовленным.